Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа на связи с муниципальной властью, когда как всегда по средам с вами и Андрей Острев в студии и мы как всегда общаемся с муниципальной властью, что у нас интересного нового в городе, какие события касаются нашей жизни непосредственно. И сегодня тема, сегодня мы не особо определялись с темой, сегодня у нас просто в гостях городской голова. Добрый вечер, Александр Федорович! И я приглашаю всех наших зрителей присоединиться к нашей беседе по телефонам, которые вы видите перед собой сейчас на экранах и задавать те вопросы, которые вас волнуют. Телефоны сейчас режиссер даст и вот как раз вы видите телефоны и прошу вас, а мы начнем вот с чего. Александр Федорович, много событий связанных с, ну скажем так, с политической прослойкой касательно вашей работы. Это и события прошлой недели, которые там комментировал в прошлой программе Федор Панченко о том, что был опять очередной протокол про коррупцию. Потом достаточно проект решения о сложении, о так называемом импичменте вам от имени номера 1 вашей же политической партии. То есть как бы плюс сессия двухдневная, которая рассмотрела из 100 там 20 с чем-то вопросов, только 40, а 80 были отложены. То есть был не принят, был не принят на сессии и не был даже подан на сессию проект решения, что делать с бродящими собаками на следующие года. То есть не была принята программа и программа осталась та же самая в силе и там пусть кто бы там не ругал сегодня КП, вот это КП, который занимается проблемой животных, оно бессильно, потому что есть четкие правила, четкие задачи, которые она сейчас выполняет и на это выделено финансирование. То есть все эти события, собственно говоря, говорят о том, что определенный наступил то ли кризис власти, то ли поменялись игроки. Давайте каждое событие рассмотрим отдельно. Ну начнем вот с события о протоколах. В принципе, Федор Панченко объяснял, что там к чему, но давайте ваш краткий комментарий по этому событию и самое главное, как вы считаете, зачем это делается? Ну давайте начнем сначала. Действительно, некоторое время назад, около месяца назад мне вручили первый протокол о коррупции. Об этой информации я знал задолго до вручения, о чем заявил на на сессии, которая была перед вручением этого протокола. Суть протокола такова, что я не заявил о возможном конфликте интересов при голосовании на первой сессии торжественного городского совета первого вопроса о присвоении мне оклада, ранга и так далее. Ну как бы суть данного протокола, по моему мнению, просто смехотворна, потому что какой возможен конфликт интересов, если разговор идет об окладе, то есть о зарплате городского головы и признание его, признание его, назначение ему ранга. У нас в Николаеве есть один городской голова и один Сенкевич Александр Федорович городской голова и это ему не однофамилиц и не родственник, это я. То есть какого-то неявного или скрытого или какого-то там конфликта интересов нет, потому что все депутаты понимали, кто это, из-за кого не голосуют и мой голос как городского головы ничего не решал, потому что за этот вопрос проголосовало 54 депутата из 54 присутствующих, ну вместе со мной. Поэтому данный разговор о том, что вот я там, это протокол о коррупции, который мне решили вручить, я от него там, ну некоторые новости написали, что я выпрыгнул из окна. Хочу сообщить гражданам, что на сегодня мой кабинет находится на третьем этаже здания горсовета. И тогда он тоже находился на третьем этаже. Да, и здание в стиле сталинского вампира, из которого выпрыгнуть из окна невозможно, ну точнее можно, но последствиями для здоровья. Что касается второго протокола о коррупции, который мне принесли буквально на прошлой неделе, связан он с тем же эпизодом. И если первый раз мне протокол принесли за то, что я не заявил о потенциальном конфликте интересов, то второй за то, что я голосовал. На пресс-конференции... То есть это все вокруг одной и той же истории конфликта? Да, да, да. Ну дело в том, что как бы сообщив, некоторые комсми сообщили о том, что я не хотел получать протокол о коррупции. Сразу с самого начала, и об этом заявил, собственно говоря, представитель полиции, а хочу отметить, что их приехало четыре из Киева вручать мне... Второй раз? Первый раз четыре, второй раз я их опозорил, и они уже приехали с одним. Один человек приехал. Говорю, это же сколько денег стоило отправить из Киева четырех сотрудников полиции, ну плюс еще один наш, пятером они решили. Короче, я сразу им сказал, что вы вручите мне его в малом зале при средствах массовой информации в 16.00. Так и случилось. В этот раз они уже приехали ко мне тоже пораньше, я сказал о том, что мы встретимся с вами в 14.00 и со СМИ, они уже не питались там в ланице и так, и так далее, дождались, мы встретились, получили этот протокол, все как бы публично, красиво и понятно. Хорошо, Александр Федорович, давайте мы прервемся, ответим на звоночек, потому что я понимаю, тема емкая и продолжим. Я хотел просто сказать, что мы действительно в суде будем оспаривать один и второй протокол, потому что их считаем просто смехотворными. Хорошо, добрый вечер в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Федорович, первое, что хочу вам сказать. Я вот советский еще человек, понимаете, и очень много понимаю, и вот я и моя семья, мы все голосовали за вас, и я не верю в эти бредни. Первое. Второе. Александр Федорович, поверьте в мою искренность, нету денег у нас, понимаете, у меня трое детей инвалидов, и вы обещали помочь сделать фасад, хотя бы аварийные участки, потому что все выдувает, и я плачу очень большие деньги за раз. По две тысячи в месяц в январе плачу. Адрес назовите, пожалуйста, адрес. Даля 29. Там это Даля 29, это... Квартира 15. Палько отвечал на этот вопрос уже, но там надо, там... Спасибо большое за звоночек. Если, я напомню, просто это вы, уважаемый телезритель, звонил еще когда у нас был Андрей Палько, и задавал тоже этот вопрос, там нет целевого финансирования на это, то есть там нужно какое-то решение такое, вот, ну, индивидуальное. Он говорит, что они не могут сделать эти работы, взяв просто деньги из бюджета, то есть там нужно какое-то своеобразное решение, то есть я думаю, что вам нужно просто в нем, наверное, разобраться. Давайте мы завтра этот вопрос обсудим с Николаевичем. Я думаю, что в ближайшее время кто-то или я, или он здесь появится, и доложим ситуацию по этому зданию. Ну, что ж, продолжим тогда. Спасибо большое за звоночек, ждем новых звоночков и продолжим. Смотрите, вот сегодня такое даже просто упоминание в СМИ о том, что мэру Сенкевичу вручен протокол о коррупции, пусть это даже административный протокол, абсолютно не важно, это сразу же дало определенный сигнал потенциальным инвесторам, фондам и так далее. Скажите, насколько сейчас положение изменилось в отношении к вам и к городу, людей, которые просто прочитали эту новость, даже особо не вникая в суть, то есть Европа боится нас из-за нашей коррупции сильно. И как вы думаете, к чему приведет вообще эта игра с этими протоколами? Ну, я говорил о том, на пресс-конференции во время получения второго протокола, о том, что если бы в нашей стране ловили людей, взяточников, или, я не знаю, людей, которые проводят финансовые махинации и делали это публично и вот так, с таким разворотом в информационном поле, то это было бы намного лучше, чем вручать протокол о коррупции городскому голове, который логично, что должен получать зарплату, и который голосовал за эту зарплату публично и открытым. Уже в проекте решение написано про призначение Меськову, Голови, Сенкевичу Александру Федоровичу. Там нет никаких скрытых, про призначение дополнительных скрытых платежей там, двоюродному брату Сенкевичу. Ну, могу сказать одно, что на сегодняшний день Николаев работает как открытый партнер для любого бизнес-инвестора, который хочет внести деньги, который хочет вложить деньги в Николаевскую область. Мы открыты сегодня и работаем максимально публично. Мы открыли реестр коммунальной собственности. Мы сейчас будем открывать, вот сегодня я подписал распоряжение о выдаче в онлайн всех свободных площадей коммунального имущества и так далее. То есть мы продолжаем работать открыто и публично, и с привлечением. Опять же, я везде заявляю о том, что Николаев – это надежный партнер для размещения инвестиций, для размещения денег. Конечно же, уверен, что данные такие, скажем так, месседжи, то есть вот эта информация, она никак не повышает привлекательность нашей области, нашего города, потому что, ну, как бы слово «коррупция», оно само по себе уже очерняющее. «А, все понятно, значит, туда, пока вам лучше там Винницу вложим» и так далее. Но я уверен, что у нас есть огромное количество очень, ну, скажем так, привлекательных сторон. Это и работящие николаевцы, и, опять же, власть, которая готова работать с каждым инвестором персонально. Я всегда говорю о том, что я готов быть персональным лоббистом, как внутреннего инвестора нашего, так и внешнего. Единственная проблема, что не все зависит от меня. Есть депутатский корпус, и на прошлой сессии мы говорили о том, что так написано глупо законодательство, что сегодня человек, который приобретает недвижимость, должен обратиться на горсовет, чтобы тот проголосовал замену стороны по договору аренды земли. То есть вы купили объект, хотите его реконструировать, но у вас нет документов на землю. И они не переводятся автоматически, выносятся на сессию. Это процедура, это один, второй, третий. Не голосуется, переносится на следующую сессию. Или голосуется негативно, а потом второй раз негативно. Ну и вот это как раз не создает привлекательности к нашей области. Давайте ответим еще на один звонок. Добрый вечер в эфире, слушаем вас. Кстати, Александр Федорович, скажите, пожалуйста, в Бризе большое было сокращение. Сказали, зарплату сделает 3200, а зарплата 1700. Где-где? Бриз? Дворники пускай по три дома заметают на 1700, а 1500 чистыми. Куда идут деньги? Отвечите, Александр Федорович, я за вас голосовала. Ой, это ЖКП Бриз. Вы сказали Бризе? Бриз, пожалуйста, вы поможете нам разобраться в этой ситуации. До свидания, спасибо. Спасибо. Насколько мне показалось, Бризе. Да, Бризе. Ну, ЖКП, я так понимаю, это ЖКП Бриз. Да, ЖКП Бриз. Давайте данный вопрос, мне кажется, я не могу сейчас ответить, насколько это является правдой или нет, но в любом случае, вы знаете, это вопрос, который стоит обговорить. Я думаю, что мы, ну, уточнить его, и я думаю, что в ближайшее время Мкратыш Самуэлович, Мкратычан, мой заместитель по ЖКХ, выйдет на место и разберется, что он там, в чем за вопрос, почему люди вместо 300-200 минимальной зарплаты получают 1700, есть ли такие факты, если они подтвердятся, то будем разбираться, кто в этом виноват. А на этой неделе мы разберемся с этим вопросом. Ну, я так понимаю, на следующей уже, сегодня у нас уже среда, на этой неделе. Ну, в ближайшие дни, то есть завтра, послезавтра он туда на место выйдет и разберется, в чем вопрос. Спасибо. Я так понимаю, у нас еще есть один звонок? Нет, нет. Хорошо, тогда продолжим. Смотрите, ну, наряду с этим, наряду с, вот, грубо говоря, с вот этой вот историей с протоколами, да, наряду появляется вот такой вот интересный документ, который называется проект решения еще до импичмента Меському Голове. Да, он называется по-другому, а недоверие, да, и вид стороны, вид взаимной посады. Все это очень интересно происходит, вот примерно вот в каком временном промежутке. Сначала появляется протокол о коррупции, потом этот протокол, а не протокол, а проект решения, который регистрируется, и опять второй протокол. И вот, собственно говоря, следующая сессия в августе, в конце августа должна будет рассмотреть это решение. Ваши комментарии по поводу этого решения? Ну, собственно говоря, это достаточно громкое дело для Николаева. В Николаеве такое в первый раз. Ну, из самого начала я говорил о том, что я человек, который не был связан с предыдущей властью, никогда не работал в муниципальном управлении, и не был никогда связан с какими-либо политическими течениями. Собственно, и самопомощь, от которой я баллотировался, я выбрал именно из-за того, что эта партия не была представлена никогда и никем в городе Николаеве. Поэтому на встрече с городским головой Львова Андреем Садовым я как бы изъявил желание, когда он был в Николаеве, и предложил себя в качестве кандидата, который может заниматься развитием этой партии здесь, в Николаеве. Связано это было с тем, что есть идеология, есть понимание, и они сходны с моей личной идеологией, ну, скажем так, внутренней, и с тем, что в Николаеве никто не представлял эту политическую силу. Так поставлена идеология партии, что она создавалась, создавались ячейки, потом из этих ячейки объединялись, и вот это вот объединение этих ячеек шло на выборы. У нас было три таких ячейки. Одной из руководителей ячеек был я, другой был Сергей Михайлович Исаков, и третий там были еще люди, которые в конце просто отказались идти на выборы, скажем так. Что касается дальнейшей судьбы, ну, скажем так, после моего избрания городским головой, у нас с Сергеем Михайловичем не сложились отношения, он начал активно критиковать мои решения, начал активно вступать в конфронтацию, при этом, как бы, имея на все позиции там свое мнение, и это мнение не совпадало с позицией фракции. В частности, через какое-то время фракция самопомощи в городском совете города Николаева, ну, скажем, переизбрала нового главу фракции, и главой фракции стал Федор Борисович Панченко, а Сергей Михайлович из главы фракции стал рядовым депутатом. Я думаю, что это усилило, скажем, такой эмоциональный и вообще идеологический разрыв между нами, и в дальнейшем Сергей Михайлович просто на уровне, скажем так, критики, на уровне обсуждения любых действий, вот продолжил деструктивно, по моему мнению, работать в вопросах, скажем так, управления городом. То, что касается моих предложений, я предлагал ему занимать позиции в местном самоуправлении, в исполнительной власти, он отказал, при этом оставшись депутатом, продолжая критиковать меня. На одной из сессий он встал с таким эмоциональным предложением, я вот сейчас иду и регистрирую вот такой проект решения. Ну, конечно же, если он заявил это, то он пошел и зарегистрировал данный проект решения. Относительно законности данного проекта решения, юридический департамент на несколько страниц написал ему о том, почему этот проект решения является незаконным. В любом случае, он является инициатором данного проекта, он зарегистрировал его, и этот проект решения вышел на сайт городского совета. 31 числа он будет рассмотрен, ну, такова судьба и так устроено законодательство Украины, что избирает городского голову община города, а снять городского голову могут депутаты. Вот, ну, посмотрим, 31 августа у нас будет голосование, как депутатский корпус проявит себя и что он будет... У меня еще один коротенький вопрос будет по этому вопросу, мы сейчас давайте, вот терпеливо нас ждал слушатель, зритель, прошу прощения, добрый вечер в эфире, слушаем вас, спасибо, что дождались. Да, добрый вечер, Александр Фёдорович. Добрый вечер. Я говорю, что тут Джек Брифт, только что вам задавали вопрос по поводу зарплаты, а я хочу спросить, у нас что, Брифт, отдельное государство, у них один дворник на 13 домов, то есть, представляете, сколько нам надо ждать, чтобы когда придет дворник убрать у нас двор, тем более, что они уменьшили придомовую территорию, которую убирают, перерасчет по квартлате не сделали, то есть, понимаете, идет полный беспредел. Может быть, уже надо с этим Брифтом разобраться как-то? Спасибо вам за звонок, я вижу уже, видите, это уже второй звонок в направлении этого коммунального предприятия. Я еще раз хочу обратиться к гражданам. Это, да, ЖКП Бриз. Хочу еще раз обратиться к гражданам и снова, знаю, что это непопулярно, знаю, что меня просят не говорить этого, но я считаю, что вот эти ЖКП и все, что с ними связано, это неэффективное, скажем так, управление домом. Я еще раз обращаюсь к жителям, чтобы они создавали ОСМД, приходили в департамент ЖКХ, мы им поможем, всячески научим и ваши деньги начнут использовать, вы начнете использовать свои деньги по назначению и эффективно. Если вы видите, что рядом с вами есть дом ОСМД, который, они практически все успешные, ОСМД, вы можете подойти к руководителю ОСМД и сказать, возьмите нас также, потому что один руководитель ОСМД может управлять несколькими домами. И то, что касается Бриза, ну мы давайте разберемся, я думаю, даже может быть есть профильная комиссия, разберемся, что там, как работа настроена, почему так много недовольства по работе этого коммунального предприятия. Действительно, есть одна проблема, то, что когда рассчитывали новый тариф, потому что предыдущий тариф, как бы все очень просто, предыдущий тариф рассчитывался, когда была зарплата минимальная 667 гривен. На сегодняшний день зарплата минимальная 3200, то есть если сегодня один человек работает на 3200, то тогда работало 5 человек на эту зарплату, ну примерно около 5 человек. То есть если тогда на эти деньги можно было нанять 5 дворников, сегодня можно нанять одного, ну к примеру. Что касается… Ну вот дворники, вот звонили перед этим женщинам, говорят, что зарплата недоплачивается. Потому что, наверное, ну я смотрю, как примерно сумму озвучили, это скорее всего, наверное, что там на полставки берут и так далее. Мы и разберемся с этим вопросом. После этого были предложены к депутатам рассмотреть данный тариф. Депутаты сказали, что тариф увеличен и нужно понижать его за счет чего-нибудь. И долго искали за счет чего-нибудь, это нашли то, что можно понизить за счет придомовой территории, вследствие чего образовались так называемые, знаете, белые зоны. То есть ЖЭК не убирает, а департаменту ЖКХ на это деньги не заложили в бюджет. Следовательно, ни департамент ЖКХ не убирает, ни ЖЭК не убирает, ни администрация района не убирает, ни ЖЭК не убирает. То есть получается, что какие-то зоны остались открытыми и не убираются, но мы пытаемся их затянуть за счет ЖЭКов до следующего года. Что касается работы, снова, что касается работы по тарифу, приняли решение исключить из тарифа текущий ремонт. То есть на сегодняшний день принятый тариф в городе Николаеве на обслуживание жилья не содержит в себе текущего ремонта. То есть фактически, когда мы говорим о том, что если раньше там где-то подлатали, где-то что-то поменяли трубу, где-то там чего-то сделали. Лампочку, проводку. Да, то сегодня этих текущих, то есть денег на текущие ремонты нет. Фактически, либо они будут выделяться целевыми деньгами, там депутатскими или еще какими-то, либо это будут деньги, которые будут делать за счет чего-то, там за счет зарплаты чьей-то, да, или за счет каких-то расходов. Как всегда выкручиваться. Да, выкручиваться, собственно, выкручиваться. Но на сегодняшний день объективно уровень жизни в Николаеве, как в нашей стране, он недостаточен для того, чтобы поднимать еще больше нам цены на обслуживание жилья. Единственное, что я могу сказать еще раз, что создавая ОСНД, вы накапливаете свои деньги на счету вашего дома. Многие говорят, у нас живут одни пенсионеры, да слава богу, потому что пенсионеры это самые, скажем так, честные плательщики за квартплату. Они, как всегда, там не доедят, не допьют, но за квартиру заплатят. Кроме того, когда деньги попадают на счет ЖЭКа, то ЖЭК является плательщиком НДС. И 20%, то есть одна пятая часть денег, заплатили 100 гривен, ваши 20 гривен сразу улетели на налоги. Когда вы платите в ОСНД, эти деньги остаются у ОСНД. То есть, фактически пятая часть денег накапливается уже у вас на счету. Вы сами определяете, сколько вам нужно дворников, как часто нужно убирать. Вы можете даже сами себе понизить тариф. Но факт остается фактом, что на сегодняшний день нам необходимо помогать домам в переходе на ОСНД. И есть программа 90.10, которая говорит, что после того, как дом перешел в ОСНД, мы помогаем финансировать и крыши, и там текущие подвалы и все остальное. Для нас это в приоритете. Что касается сессии, про которую вы вспомнили, да, действительно, на сессии было более 100 вопросов. 80 земельных вопросов мы перенесли на сессию, и я сказал о том, что она будет следующий четверг, 27 июля. Связано это с тем, что действительно мы работали очень много на вот таких политических вопросах, признании России агрессором и других вопросов, которые мне касалось земельных. Но сессию нужно было закрыть, потому что мы рассматривали два регуляторных акта. А это как раз очень хорошие регуляторные акты, которые, скажем, указывали на то, что ставки налогов для частного бизнеса, для аренды и так далее, будут снижены. То есть, вот это еще раз говорит о том, что мы открываемся к бизнесу, это прямые шаги навстречу бизнесу, нашему местному, Николаевскому, для того, чтобы снизить налогообложение, чтобы им стало работать легче. В процессе работы вот этого двухдневном мы закрыли сессию, эти вопросы выняли из порядка Денова и перенесли на следующую сессию. Я очень надеюсь, что в следующий раз депутаты соберутся, что будет у нас хороший кворум, скажем так, с зазором. И мы очень хорошо поработаем для того, чтобы земельные вопросы горожан Николаевцев решались. Что ж, Александр Федорович, спасибо большое. Время, к сожалению, нашей программы исчерпано. Приглашаю вас на ближайший эфир, как у вас получится к нам прийти. Мы продолжим нашу беседу, потому что вопросов накопилось. И думаю, есть смысл на них ответить. Я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях был городской голова Александр Сенкевич. И мы, как всегда, по средам с вами в прямом эфире разговариваем о том, что волнует город, как мы живем и, собственно говоря, к чему идем. На этом я хочу попрощаться с вами. Спасибо, что были с нами, смотрели телеканал Николаев. Не переключайтесь, с нами всегда интересно. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok